Оу, я камон, камон! Макс Мернес мне уже пишет. Ну чё, будем начинать прямой эфир? Конечно, будем начинать. Ждём только тебя и всех остальных. Но потом, в любом случае, на YouTube всё загрузим. Там ещё люди посмотрят. Это долгоиграющие планы. Привет-привет! Спасибо большое, что присоединяетесь к прямому эфиру. Сегодня мы с вами обсудим очень интересную тему. Переезд в Таиланде. Жизнь в Таиланде. Что-то можно делать. Где можно остановиться. Сколько это стоит. Макс Мернес. Будь добр, отправь мне, пожалуйста, заявку на прямой эфир. А то я пытаюсь это сделать, но что-то у меня не получается. Будет круто, если ты это сделаешь. И мы начнём. О, отлично, вижу. Привет. О, кого я вижу, кого я вижу. Привет, Макс, привет. Привет, привет. Это работает всё, меня слышно, да? Да, тебя очень слышно хорошо, дорогие друзья. Всем привет. Вне зависимости от того, сколько сейчас будет людей, мы обсудим очень интересно. Смотри, у меня ещё, знаешь, даже чуть-чуть глаз заплыл. Не знаю почему. Может быть, из-за курса я вчера плакал. Но это мы потом с тобой обсудим. Да, это мы с тобой потом уже обсудим. Потому что, да, ситуация, конечно, прикольная. Тем не менее, сразу тебе респект за то, что ты меня в своём обзоре. Он уже набрал более полутора тысяч просмотров, твой личный обзор. Ты меня упомянул и Влада Цой. Спасибо большое. Я тебя тоже упоминал в своём обзоре. Потому что буквально три человека только вещают о всех проблемах. Ну ладно, давай о хорошем. Макс, смотри. Сейчас карантин, многие сидят дома. Многие даже вообще ни разу не выезжали за пределы Российской Федерации. И Таиланд – одна из тех стран, куда люди хотят попасть. Очень хотят попасть. И когда откроют границы, скорее всего, поедут, кстати, в Пукет. Так вот, у меня к тебе вопрос. Ну, в первую очередь, почему ты выбрал именно эту страну для, ну, скажем так, временной эмиграции, да? И сколько у тебя с собой было денег для того, чтобы поехать туда впервые? Ну, именно по ценам люди интересуются. Поэтому вопросы вот из такого характера. Почему решил эмигрировать туда? Почему именно Пукет? И сколько у тебя было бабок на первоначальное путешествие? Почему именно Пукет и вот Таиланд, в частности? Я посетил много стран и в Юго-Восточной Азии, и в Европе. Где-то пожил там, ну, какое-то время. Почему выбирал именно Таиланд? Во-первых, тепло постоянно. То есть для тех людей, кто любит там теплый климат, есть море, соответственно, и, как бы, обстановочка очень располагает, так скажем, к удаленной работе. Вот. Что касается других стран, да, я рассматривал также и путешествовал и жил на Бали, там, порядка трех месяцев. Что мне там не понравилось? Во-первых, с интернетом есть определенные трудности, то есть интернет не везде хороший. Во-вторых, в целом, то есть страна по экономике не очень, да, лидирует. Если там смотреть по ВВП, то гораздо хуже ситуация, чем в России и там во многих странах. То есть бедность, это очень непозитивно, да, и более того, постоянно на улицах пробки, постоянно очень много людей, значит, скопление, коррупция очень развита. То есть, ну, вот такие-то такие моменты меня смутили, то есть поэтому я Бали оставил на второй план. Вот. Был также во Вьетнаме, тоже не очень все понравилось, то есть в целом радужно, хорошо, но менталитет такой все равно СССР, то есть Советский Союз, по сути, версия 2.0. А в Таиланде здесь как-то домашняя атмосфера, то есть люди, соответственно, которые здесь живут, тайцы, они позитивные, значит, хорошо относятся к иностранцам, то есть и, на мой взгляд, очень позитивно здесь жить, очень, так скажем, климат располагает и в целом, то есть нету такого, что ты приезжаешь и на тебя там косятся, вот он, а ты иностранец, то есть все улыбаются, все позитивно и как бы со временем ты интегрируешься в это общество понемногу. А, это ты как Ван Дам, короче, помнишь фильм «Кикбоксер»? Но Цюкао, короче, «Белый воин» или как там сказать по-тайски, ты интегрировался уже. Можно сказать так, да, по чуть-чуть, да. Слушай, а почему ты выбрал именно Пхукет, а не Паттайю? Ну, по Таиланду я тоже много где путешествовал, и в Бангкоке жил, и в Паттайе, и на Самуи, а Бангкок очень как бы, это мегаполис, ну, по сути, как Москва, то есть шумно, воздух загрязнен достаточно, много людей, скопления, моря нету в ближней доступности. В Паттайе, значит, уже есть море, но там, опять же, оно не купабельное, то есть нужно выезжать на остров для того, чтобы там покупаться на море. Ну, и в целом... То есть оно реально грязное, да? Да, да. То есть ты заходишь, там пакеты плавают, фу, мне рассказывали эту историю. Ну, да, очень... Это правда, да, то, что в море, ну, а люди вообще не купаются в городе именно в море, то есть они выезжают на остров. Это вот одна из причин. Вторая причина, опять же, контингент, то есть в основном в Паттайе там ребята ездят, молодые, кто хочет там побухать, отдохнуть. То есть там специально есть Волкин-стрит, да, вот это все. Мне неинтересно, да. Да, поэтому, ну, то есть для тех людей, кто там зарабатывает более-менее, да, то есть для тех людей, кто развивается, мне кажется, в Пукет лучше, потому что если там рассматривать именно контингент, здесь есть и предприниматели, инвесторы, и те, кто криптовалютой занимается в большей степени, да. Да, в Паттайю ездят в основном либо пакетные туры, либо те ребята, которые там хотят отдохнуть в всяких заведениях, барах и так далее. Ну что же, главный вопрос-то, сколько стоит жизнь на Пукете лично под тебя, если подстраиваться? Ага, а значит, что касается Пукета конкретно, если рассматривать... Аренда в первую очередь, расскажи. У тебя же своя уже недвижимость, да, а вот если кто-то будет снимать, минималка какая идет в Пукете? Не обязательно первая линия, я думаю, там ее и нет первой линии. Да, да, ну порядка 20-30 тысяч бат, это порядка 50-60 тысяч рублей, это аренда такого прям хорошего конда, где есть бассейн, где есть тренажерный зал. А, кондоминиум, кондоминиум, да, вот это? Да, да. 2,29 сейчас бат стоит, 2,29 в рублю. Ну вот, то есть так, там может быть 53-54, вот плюс-минус. Если рассматривать более бюджетные варианты жилья, то есть есть вариантов масса на самом деле, есть вариант просто арендовать дом где-нибудь там в тайском поселке, и, соответственно, там будет уже цена меньше, но не будет там бассейна, тренажерного зала, то есть каких удобств. То есть первые необходимости можно, в принципе, найти там и за 10, и за 15 тысяч бат. А вот сейчас, кстати, карантин, и тайцы многие еще сбрасывают цены на жилье. То есть у меня как раз вот знакомые сейчас сняли, значит, квартиру в кондоминиуме, где есть и бассейн, и тренажерный зал, там порядка 7 тысяч бат. То есть, ну вот такие вот цены сейчас. Но при этом, что оно есть, оно сейчас не работает, потому что все на карантин закрыто. Ну, одно и смысл тогда, да? Только если крышу над головой снимать, кто вынужденно остался или кто просто там живет. Так, хорошо, слушай. А вот я смотрю, у тебя на Airbnb тоже есть как раз кондоминиум. Ты сам сдаешь, ты арендатор, да, получается? Да, да, я сдаю квартиру. Расскажи, кстати, про квартиру, да. Потому что мало ли вот после карантина кто-то к тебе приедет. Ну, маленькая реклама тебе, да. Вот есть сайт действительно, The Lago Condominium Nail Narm Beach, да, где-то он здесь, в Букет. И ты вот пишешь, что здесь в пешей доступности от озера Найхарн, и, короче говоря, ну, где одна из, один из самых крутых пляжей, вот. Расскажи про это жилье твое, кстати. За какие бабки сдаешь, как, что, чего? Ну, очень сезонный бизнес, да, если рассматривать именно как заработок на сдаче. То есть, если рассматривать высокий сезон, то есть, это январь, февраль, март, вот эти вот три месяца, то есть, можно очень дорого ежемесячно сдавать жилье. Получается, там, порядка 60-70 тысяч бат, то есть, там, 130 и больше, да, в рублях. Как только сезон заканчивается, то есть, лето начинается, вот, сезон дождей в Таиланде, то, соответственно, цена падает где-то, ну, в два раза минимум. То есть, очень сезонный бизнес, и для тех, именно, кто занимается сдачей жилья, то есть, так скажем, есть качеля, как и в криптовалюте. Вот, сезон, люди приезжают, все хорошо, ты сдаешь там жилье, зарабатываешь хорошие деньги. Как только сезон падает, соответственно, низкий сезон, меньше людей, меньше спроса, и цена на жилье тоже, соответственно. Ну, это чисто твой кондоминиум, да? Ты собственник? Да, да, я его как раз купил в 2017 году, значит, как раз тогда был криптобум, и вот это вот все очень, значит, быстро все росло, и все было замечательно. Сейчас, к сожалению, такого не предвидится, но вот, что сохранилось, в принципе, недвижимость, очень хороший актив в плане того, что оно просто так не исчезает, да, как там, биткоины и еще какие-то... Бумага есть, и все хорошо, не отберет король Таиланда, да? Ну, надеюсь, что не отберет. Ну, вот я смотрю, у тебя там две спальни, две кровати, две ванны и комнаты, очень интересно. Потом, когда мы эфир сохраним, я ссылочку тогда на ютубе оставлю, вот, на твое жилье. Слушай, ну, может быть, какую-нибудь, не знаю, скидочку сделаем, подарок для подписчиков. Да, конечно. В общем, кто-то по промокоду Захаркин придет, ну, когда вот эта вся херня закончится, кто-нибудь посмотрит наш обзор, может быть, 10% бомбанем людям, ну, приятно, пойдешь на встречу людям? Легко, вообще легко. Все, отлично. Значит, смотрите, Макс Мернес будет сдавать свой кондоминиум, если придете от меня, скидочка вам будет 10%. Потратите на тук-тук, там, еще на что-нибудь, Макс подскажет на что. А, и ты еще пишешь, что в случае чего можешь организовать трансфер, да, помочь как-то, да? Да, да, ну, то есть, если человек прилетает, я могу ему организовать трансфер за репортацию. Можешь, да, ну, там вы уже индивидуально обсудите, да, это окей, хорошо, спасибо. Так, и следующий вопрос. Так, я слышал, что, то есть, когда ты что-то сдаешь, не включен, короче, там, газ, электроэнергия, вот это вот, что, как вот по услугам ЖКХ, это дополнительно оплачивается сверху аренды, или как это, включено в стоимость, не включено, какая стоимость ЖКХ вообще, в принципе? Вот, допустим, смотри, вода и свет оплачиваются отдельно, и там, как бы, своя такса. Дорогая, кстати, такса в Таиланде на это? Я бы сказал, не очень дорогая, то есть, плюс-минус, как в России, единственный момент, что рубль падает, да, то есть, и поэтому из-за разницы курса, там, плюс-минус, там, как бы, дороже становится. Ну, например, я плачу за цвет, за воду, вообще за все, значит, порядка, там, четырех с половиной тысяч рублей в месяц, ну, вот, если это в рублях считать, вот, то есть, там, в батах, вот, плюс-минус, там, когда-как, в общем, выходит. То есть, я считаю, что это относительно, опять же, России, то есть, вот, например, у меня, там, в России выходило тоже, там, две с половиной тысячи, например, то есть, не такая уж большая разница, вот, поэтому, относительно, опять же, да, то есть, относительно все смотреть, там, относительно Европы, например, то же самое, то есть, плюс-минус, достаточно низкие платежи коммунальные. Дорогие друзья, вот, вновь прибывшие, мы сейчас обсуждаем жизнь в Таиланде на связи Макс Мернес, криптоинвестер и автор многих книг. Макс, а какой налог, кстати, на недвижимость в Таиланде? Ты же собственник, в год какой? Грабительский? Есть два вида собственности, то есть, есть freehold и leasehold, то есть, freehold, это когда ты арендуешь, значит, недвижимость на 100 лет формально, да, то есть, ты вот, арендовал, и у тебя 100 лет на собственности, 100 лет проходит, все, то есть, ты теряешь. И второе, и второй, соответственно, это freehold, это полная собственность, в зависимости от того, значит, какую форму собственности ты выбираешь, в зависимости от этого уже идет налог. То есть, грубо говоря, если ты выбрал, например, лист холл, то есть аренду в 100 лет, то в этом случае там налоги вообще минимальные, их можно сказать, что они отсутствуют, то есть это такой лайфхак. Но при этом, значит, есть там небольшие издержки, так скажем, то есть ты не имеешь возможности получить именно полную собственность. Если у тебя фрихолл, то, соответственно, ты платишь налоги чуть больше. Вот у меня конкретно выходит в год, то есть там налог на обслуживание территории, бассейна, вот это вот все. Это выходит порядка 30 тысяч бат, то есть это 60 тысяч рублей в год. То есть налог относительно большой, но если там смотреть аренду, то есть вполне себе один месяц аренды, то есть это уже полностью перебивает этот весь налог. Так у тебя получается не на столе, ты вечное пользование взял. Да, да. О, Русь, ты выпивал вчера? Нет, я не выпивал, у меня почему-то опух глаз, реально, может быть, это из-за крипторынка, поэтому я надеваю свои очки, в которых я сижу и смотрю ценник на кондоминию Макса Мернеса, чтобы свалить в Таиланд, да? Потому что я действительно рассматриваю. Вот. Окей, хорошо. А по поводу питания, сколько у тебя в месяц обходится еда, куда ты ходишь, где ты питаешься, в ресторанах, либо ты берешь на рыночках, в каких-то супермаркетах. Есть ли сейчас в период карантина какие-либо у тебя проблемы, связанные с продовольствием, или магазины все полны, ты имеешь право выходить из дома, или только доставка? Вот поподробнее расскажи, пожалуйста, и желательно указать какие-то суммы, чтобы люди уже ориентировались, сколько будет уходить на питание. Ну, для начала, при нормальных условиях, если не учитывать весь этот карантин, вообще в целом, что происходит, то есть можно жить достаточно бюджетно. Продукты, питание гораздо дешевле, чем в Москве, это точно. По регионам может быть плюс-минус одинаковые цены. Если рассматривать, то есть большие сетевые супермаркеты, там есть Мака, например, то есть можно продукты покупать, и жить достаточно бюджетно. То есть есть, опять же, знакомые, которые живут там и именно конкретно на питании тратят там 10-20 тысяч бат, то есть там 30-20 тысяч рублей на семью у них уходят на питание. Если рассматривать, значит, питание в кафешках постоянно, то есть здесь, опять же, у них культура, что у нас, например, культура постоянно готовить дома. Здесь обычно дома никто не готовит, то есть питаются в кафешках. И, соответственно, в зависимости от того, значит, если там какой-то ресторан, либо просто там кафешка-забегаловка, так скажем, тайская, если рассматривать, значит, обычные там форматы столовые, соответственно, там порядка, значит, 200 бат за вот один раз покушать, в общем, в таком формате. То есть это будет там рис, там, значит... 400-450 рублей на наши бабки. Ну, покушать все, если. То есть, ну, если смотреть, например, относительно Москвы, ценник вполне себе отличный. Короче, ты не голодаешь. Вообще, относительно того, что сейчас, да, происходит, сейчас, к сожалению, абсолютно все рестораны закрыли, все кафешки закрыли, ну, вообще все места, в принципе, где, значит, можно, так скажем, покушать публично, публичные места, в общем, все закрыты, поэтому готовить приходится только дома, в принципе, как и, наверное, в России. Я думаю, что сейчас тоже все рестораны там закрыты. Вот. Это, конечно, минус, потому что, ну, я лично люблю там сходить куда-то покушать, также можно там поработать в интернете где-то с видовым местом красивым, но, к сожалению, сейчас, значит, эта возможность ограничена. С красивым местом, вон, я у тебя вижу, в окне отражается красивое место, а можешь показать сейчас людям где-то? Да, да, вот. Ни хрена себе место? И что, не хочется сюда, что ли, это? Там, кстати, вот есть море, его там не видно, ну, там есть. А озеро там же? Озеро? Ну, вот отсюда... Вот это знаменитое озеро. Да, минут, наверное, 10, если идти вот отсюда, то, соответственно, может дойти. Просто я сейчас живу в другой квартире, то есть там у меня сдается, вот, поэтому... А там вообще... Ты сейчас снимаешь или у тебя две квартиры? У меня две квартиры, получается, одна сдается сейчас, вот во второй я живу, да. Очень удобно, да. А ты сейчас, получается, за сколько сдал? Сейчас, вот, на текущий момент уже там собственники выехали, сдавал последний месяц за 30 тысяч бат, то есть, ну, за месяц, получается. Это еще цена упала, сейчас, я думаю, что даже будет еще дешевле сдавать, потому что людей мало, то есть туристов, по сути, здесь нет вообще. Остались только те люди, которые либо экспаты, либо застряли здесь. То есть есть такие люди, которые, ну, просто, получается, прилетели в Тай, соответственно, и уже, как бы, не могут отсюда, ну, выехать, по сути. И где-то жить надо. Макс, ты уж это, пойди навстречу, ну, по возможности. Понятное дело, что тебе надо бабки отбивать, но, тем не менее, мне кажется, с тобой можно договориться, ты человек открытый. Вот. И еще такой вот момент, ну, получается, в месяц у тебя на питание, сейчас, вот, за месяц карантина, где-то 10 тысяч бат ушло, или 15, сколько? Ты считаешь деньги, или так? Ну, на питание особо не считаю. Я думаю, ты финансист, ты же тратишь. Ну, ты все считаешь, но базара нет. Да, ну, есть, как бы, такое примерно, да, то есть, конкретно там, что, сколько стоит, я особо не веду учет. Ну, там, то есть, на еду тратится достаточно мало. Ну, хотя бы примерно. Тем более, во-первых, сейчас никаких развлечений особо нету, то есть, это уже, как бы, такой, знаешь, то есть, никуда там не сходить, ни в супермаркет, ни в шопинг, ничего такого. Это прям очень серьезная статья расходов, как бы, она сразу отметается. Экономит, экономит бюджет твой. Да, да, очень-очень. Более того, ни в ресторан не сходить, ничего. То есть, и я за этот месяц, я думаю, что потратил, ну, там, ну, максимум 20 тысяч бат. То есть, ну, это прям максимум. То есть, мы с девушкой живем, соответственно, вот такой примерно бюджет. То есть, может быть, даже еще и меньше. То есть, это очень выгодно, если вы сейчас остались здесь или вообще где угодно, экономить деньги, мне кажется, это сейчас вообще выгодно. Ну, хоть что-то положительное должно быть, безусловно, да. Так, я вижу здесь вопросы по призму. Можно ли задавать вопросы по призму? Коллеги, в принципе, можно задавать. Но мы сейчас конкретно про Таиланд, я думаю, мы в конце это оставим, на что живет Макс, как бы, на чем можно зарабатывать, будучи на удаленке. Мы это обязательно обсудим. Но мы с тобой забыли вот что обсудить. Сколько можно без визова находиться в Таиланде, вот, и ты нелегал, не нелегал, а как ты там живешь? Может быть, ты какую-то визу сделал, или ты уже гражданин, подданный короля, да, Таиландского королевства. Как ты там живешь? На каких правах? На птичьих или официально? Сколько можно без виз, и как можно сделать официальное свое пребывание? Вот, расскажи, пожалуйста. Да, кстати, это очень интересная тема, я все хотел ее как-то упомянуть, у меня постоянно спрашивали, но все как-то руки не доходили, как раз сейчас. Давай-давай, расскажи подробно, потом люди посмотрят. Я сейчас серьезно спрашиваю, потому что я и сам планирую к тебе съездить потом в гости. В общем, если у вас есть паспорт Российской Федерации, то вы прилетаете, вам ставят штамп на 30 дней. То есть 30 дней вы можете без проблем находиться в стране. Дальше, соответственно, вам нужно решить визовый вопрос. Есть несколько вариантов виз, вот сейчас вот в двух словах расскажу. Значит, для тех людей, которые вот только прилетают, еще не поняли, хочет человек здесь оставаться, либо просто погасить, он может сделать туристическую визу, она делается на 3 месяца. То есть вам нужно вылететь в любую из ближайших стран, то есть это либо Малайзия, либо Сингапур, либо Гонконг, либо еще какие-то, соответственно, ну и поставить штамп. Там, значит, вам дают туристическую визу, ну, нужно какие-то собрать документы, там, аренда конда, соответственно, там, справочка, что у вас есть деньги на счету, можете там ее в фотошопе нарисовать, в зависимости от того, значит, у кого, насколько там хватает. Вот, и все, значит, вам дают визу туристическую на 3 месяца, то есть 2 месяца вы живете вообще без проблем, потом, значит, приходите в Эмиграшку, вам продляют еще на месяц того, то есть 3 месяца, и, соответственно, с учетом штампа 4 месяца вы можете находиться уже в стране. То есть, ну, вы прилетаете, 4 месяца находитесь, и, значит, уже решаете для себя, стоит ли вам здесь пребывать больше, либо уже вот вы там отдохнули. Просто многие, например, прилетают зимой, соответственно, зиму прожидают здесь, и уже потом возвращаются, по истечению как раз вот 4 месяцев визы. Вот, то есть вариант такой, самый простой для туристов. Есть также вариант сделать либо бизнес-визу, либо студенческую визу, то есть студенческая виза это вариант с языковой школой, то есть она делается на год, вы приходите в языковую школу, я такую тоже визу делал, соответственно, вам, значит, вас определяют какую-то определенную группу, вы либо английский учите, либо тайский язык, соответственно, посещаете занятия. Можно и не посещать занятия в некоторых школах, у нас все формальность по большей части, то есть вы приходите, просто вам ставят там штамп, что вы якобы ходите куда-то, и там просто один там раз в год вам надо будет прийти сфоткаться, что вы там на занятии сидите и все. То есть такой вариант. И третий вариант – это бизнес-виза, опять же, можно ее сделать формальной, то есть у вас есть формальный, а здесь бизнес, либо он реально может быть, и, соответственно, вам тоже дают возможность так называемый work permit находиться в течение года в Таиланде. То есть абсолютно все практически варианты. Есть еще элит-виза, но я считаю, что она немного бессмысленна, потому что она стоит там порядка 500 тысяч бат, и, ну, как бы, особых привилегий не дает. Саша Хигай, мы говорим про Таиланд сейчас. То есть мы обсуждаем Таиланд с человеком, который там прожил очень много лет, его зовут Макс Мернес, криптоинвестор и автор многих книг по бизнесу. Да, это Таиланд. Получается, ты все визы прошел, да, ну, практически на своем жизненном пути, пока ты там жил. Ну, да, по сути. То есть первые, получается, как раз, когда я еще летал... 30 дней первые, да, я помню. Потом сделал туристическую визу, потом, соответственно, студенческую, потом уже бизнес. Ну, как бы, вот все понарастает, скажем. Слушай, а ты узнавал, как можно получить гражданство, или это дохлый номер, или дорогой? Во-первых, это очень сложно. Во-вторых, нужно жить безвыездно, там, порядка пяти лет, то есть вообще безвыездно. Вот, значит, дальше, да, лучше всего, чтобы у вас, соответственно, была, значит, жена, либо муж, уже Таец или Тайка, да, и это и то не факт, да, то есть даже если у вас, например, будет жена или муж, соответственно, Таец, у вас будут дети, вам нужно там прожить порядка пяти-шести лет в браке, чтобы, соответственно, получить это гражданство. Ну, и опять же, гражданство Таиланда, оно особых привилегий не дает, то есть если, например, там, европейское гражданство страны, входящее в Евросоюз, пусть даже это будет там, Румыния, например, да, оно дает возможность посещать все страны, по сути, без виз, потому что безвизовый режим, значит, со многими странами в Европейском Союзе, то здесь особых привилегий нет, по сути, то есть практически те же самые страны, которые вы можете посетить, посетите с русским паспортом, то же самое, поэтому я этим вопросом не добавляю. Ну, понятно, хрен речки не слаще, тогда в жопу, окей, хорошо, это я понял. Так, а тебе зачем, Руслан? Ну, мы интересуемся, как наши соотечественники живут в Таиланде, понимаешь? Так, а если у меня жену зовут Тая, Тайка, нет, это не в Ракаде, но люди уже смеются, окей, молодцы, это, кстати, наш, это вот, Дима, по поводу Йоди Икс, да, наша команда, короче, развивается, вот, окей, хорошо, следующий тогда момент по поводу общественного и личного транспорта, есть ли у тебя своя машина или как ты предпочитаешь передвигаться, стоимость бензина, там, скутера, как можно арендовать, какие нужны права, и какой транспорт выгоднее, общественный или личный, и по деньгам, да, сколько проезд стоит, то есть все равно, когда карантина не было, куда-то выезжал, как бы, ну, это бред сидеть дома, когда нормально. Ну, конечно, да, значит, что касается транспорта, здесь есть и общественный транспорт, но он не очень распространен, то есть есть тук-туки, есть смарт-басы, такие большие автобусы, которые там ездят по определенному расписанию, я вообще общественным транспортом не пользуюсь, в принципе, потому что намного проще, значит, использовать байк для передвижения, то есть что байк, что машину можно абсолютно легко арендовать, ну, по сути, здесь везде есть точки, где вы можете арендовать, что байк, что машину, значит, аренда байка стоит, там, от 3000 бат до 5, в зависимости от того, какой байк, то есть если это, там, Honda Force такое, либо Scoopy, он может стоить, там, 3000 бат, то есть это там плюс-минус 6000 рублей, если это PCX, то есть такой большой байк, соответственно, Honda, где вы можете там, значит, загружать уже в супермаркетах еду, он будет стоить чуть подороже, значит, и, в общем-то, никаких проблем, то есть... Они с кофра идут? Кофра будет? Багажник? Кофра? А что за кофра? А, да. Мотоцикл, кофра, да, ну, это, багажник, короче, типа сухи. багажник будет, да, все, небольшой, да. Да, ну, опять же, можно брать и мотоцикл, то есть, ну, мотоцикл по понятным причинам не очень удобно ездить там в магазины, потому что нет багажника, то есть, но я люблю очень... Скутер, скутер открыл жопу, да, туда загрузил и поехал. Да, скутера не что-то? Да, они, полубайки есть такие, то есть, это не совсем как скутер, то есть, он уже выглядит как байк, причем достаточно стильный, я бы показал, вот у меня там стоит во дворе, надо идти, выходить, в общем, но при этом, как бы можно и, соответственно, нет, это не в сутки 5к рублей, это что-то за месяц. Русинов, ты что, это в месяц? Поэтому мы вот эти эфиры и проводим, чтобы у вас не было вот этого, знаешь, чехарды в голове. Лучше мы спросим у человека, который реально прожил, сколько, 5-6, сколько ты лет живешь уже там? Ну, пять лет уже прожил, да. Пять лет человек все знает, лучше, чем всякие вот эти сайты, знакомцы, прочая херня. Лучше мы у Макса сейчас спросим. Окей. Так, а аренда тачки сколько или не арендовывал машину? Тачку тоже арендовывал, в зависимости от машины, опять же, то есть, есть здесь Фортюнер, самая дешманская, дешманская какие-то. Самая дешманская, ну, если в месяц будет там, я думаю, порядка 15, может быть, 10 тысяч бат, может, ну, вот так вот, плюс-минус. Просто здесь еще, опять же, когда тачку берешь, они просят залог, то есть, байк, и без залога, то есть, ты можешь просто взять байк и никаких проблем нету. Вот, а если там брать машину, то они залог, там, отфотографируют 10 раз со всех сторон, и еще бывает так, что ты уже потом приедешь, а тебе говорят, ну, слушай, вот здесь есть царапина, давай-ка нам тебе залог твой не выплатим. Вот. Окей, я понял. Поэтому здесь такой момент. Слушай, а у тебя получается наш российский или International Driver License? У тебя категория А и Б или что у тебя открыто? У меня есть, получается, российские права с категорией А и все, этого достаточно. Я еще здесь получал тайские права, значит, с категории Б, но, как оказалось, да, как оказалось, в большинстве случаев обычные русские права с категории Б прокатывают, то есть, грубо говоря, вас там останавливают. В зависимости того, опять же, как будете себя вести, то есть, если будете улыбаться, скажите, да, все хорошо, значит, ну, человек уже просто сразу понимает, либо с вас можно деньги содрать, либо как бы нельзя, да, то есть, а если вы так будете немного напряжены, значит, то, значит, полицейские могут спросить, ну, давай-ка нам тайские права, там, или еще что-нибудь, какую-нибудь справочку, в общем, поэтому с ними нужно вот так, когда на собае, спокойно, тогда у вас там вопросов особо не будет никаких. Слушай, я что-то не понял, а международные права, они не нужны, что ли, вот это вот свои делать? Российские, это российские, а международные, знаешь, да? Да, да, конечно, знаю, да, есть международные права, значит, ну, их через госуслуги можно делать, они у меня тоже есть, просто у тайцев, получается, с Россией есть конвенция, значит, и как-то, да, то есть, получается, русские права официально, они работают ваши в Таиланде, то есть, вы можете получить тоже эту международную корочку через госуслуги, если я ошибаюсь, да, вот я делал через госуслуги, получается, сейчас, по-моему, тоже, то есть, вы там отправляете заявочку, приходите с правами, вам выдают уже международные права, но мне они, по сути, не пригодились, единственное, они мне пригодились, где это вот только на Бали, потому что там говорят, что международные права только нужны, то есть, для вождения, соответственно. Здесь, в Таиланде такого нет. О, на меня наехал топ-стилист Александр Хигай. А как насчет риса и острой пищи? Максим Эрн, что-то есть? Рис острое, где покушать, что вообще? Какие деликатесы в Таиланде ты пробовал? Конечно. Ну, тут вот рис, острая пища, это прям, значит, есть такой фрай-райс чикен, да, фрай-райс сихуд, это топовое. То есть блюдо, соответственно, его тут все обожают, и я в том числе. То есть это одно из таких очень простых блюд, где, в принципе, его можно там за 100 бат купить в любой кафешке, покушать там фрай-райс. Что касается там других абсолютно блюд, да, то есть есть, например, острый суп, том-ям, это тоже вот та тайская тема, значит, тайский деликатес. Вот говорят, кстати, я катался на байке без прав, остановили, дали 500 бат и поехал дальше. Да, причем здесь вот, кстати, многие... Взятки, взятки есть, да? Да, да, то есть, ну, там, грубо говоря, вот этот штраф, который, ну, то есть у вас за права, заказку там это 500 бат, может быть, 1000 бат. Ну, это как косарь-косарь 200 в рублях, Макс, это косарь в рублях. И еще, более того, вам дают такую бумажечку, то есть, что вы уже там заплатили, то есть вы, например, заплатили один раз этот штраф, и она там действует 24 часа, вы можете ездить и показывать. Вот ее. То есть, такое дело. Кстати говоря, я еще покупал тоже байк, получается, Хонда, вот, и в Таиланде. И я считаю, что если вы живете, например, на ПМЖ, проще всего купить байк, он стоит не так уж и дорого, там тоже, в зависимости от того, какой, по сути, байк там, да, и он, во-первых, вы можете его сдавать в аренду, во-вторых, то есть, платежи у вас месячный будет гораздо меньше. То есть, и, грубо говоря, вот, для вот этого постановки на учет, то есть, в России, когда ты покупаешь машину, тебе нужно ее поставить на учет, потом там прийти, вот, знаешь, вот это вот место там в ГАИ, в ГИБДД, в ГИБДД, в ГИБДД, в ГИБДД, в ГИБДД. Ну, то есть, да, да, здесь, если ты покупаешь байк, тебе сразу же дают, значит, все документы на него, приходишь, потом в Эмиграшку, регистрируешься, то есть, весь процесс занимает, ну, там, порядка, двух-трех часов, вот так, плюс-минус, да, то есть, очень все быстро делается. Слушай, у тебя такой вопрос, Макс, как тебе тайские девушки, не с Банглы имеется в виду? Провокационный личный вопрос, вся правда о Максиме Мернесе. Ну, я, так скажем, состою в серьезных отношениях, поэтому пока что не особо интересуюсь с этой темой. Вот, молодец, честно, я тоже, как бы, да, мне это тоже неинтересно, поэтому извините, давайте следующий вопрос, а вообще вопрос я сейчас задам. Слушай, а по поводу пляжного отдыха, то есть, ты живешь около крутого пляжа, а где вообще можно там искупаться именно на Пукете, где хорошие места для этого? Самые чистые, приятные пляжи, куда вообще мотаться? От твоего кондоминиума далеко? Вот, получается, есть пляж Найхарн, это такой, прям, на мой взгляд, значит, топовый пляж. Найнарн? Да, Найхарн называется. А, Найхарн. Да, 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 вот как раз от конда там порядка 10 минут, и, соответственно, вы на пляже. Есть также пляж Корон, тоже, то есть, достаточно неплохой, там очень много туристов, как раз таки, обычно всегда, то есть, на Найхарн просто у нас здесь, так скажем, много локальных живет людей, то есть, локалы, кто уже здесь живет, на постоянной основе, поэтому от самого центра острова до сюда, как бы, далековато ехать, поэтому здесь обычно людей не так уж и много, то есть, постоянно нет никаких столпотворений, а сейчас, сейчас как раз таки, значит, эту пандемию закрыли вообще все пляжи, по сути, ну, официально уже покупаться на пляже, ну, никак, вот, можно там, как-то, может быть, найти какой-то пляж, где людей там мало, совсем нет, но официально могут выписать штраф, поэтому вот сейчас конкретно пляжи на Пхукете, к сожалению, закрыты. А пляжи частные или муниципальные платить надо за проход, когда свободное время? Нет, вот здесь, кстати, в Таиланде очень удобно, то, что вообще нигде абсолютно все пляжи, значит, открыты, свободно, можно купаться без проблем, никто не берет никакую плату. И вода чище, чем в Паттайе? Ну, конечно, гораздо, то есть, это остров, значит, все пляжи абсолютно чистые, вода, ну, прям очень, значит, по крайней мере, вот во всех местах, где я был, то есть, ну, на Пхукете прям, ну, самые лучшие реально пляжи, и очень круто. А по поводу серфинга, каких-то водных развлечений есть? Или это не очень популярно, это больше на Бали? Да, есть, ну, на Бали почему это популярно, потому что на Бали большие волны, ну, то есть, грубо говоря, для серферов важно, чтобы были реально большие волны. Здесь, в Таиланде, обычно море спокойное, то есть, для купания оно как раз-таки больше приемлемо. Если рассматривать Бали, то, ну, вот, грубо говоря, вы на море в классическом понимании не особо покупаетесь, да, то есть, вы приходите, большие волны, то есть, ну, вот, прям вам для серфинга Бали идеальный вариант. Здесь же конкретно Кайсерфинг только развит, то есть, ну, это где там, значит, катаетесь, так скажем, на волнах. Конкретно таких серферских кемпов, школ, значит, здесь такого нету. Здесь также есть еще, значит, забыл, как эта штука называется, на самом деле. Когда тебя еще прицепляют, значит, к такой штукенции, ты едешь, в общем, и, значит, на волнах прыгаешь. Как это называется? Может, кто в комментариях знает? О, вейкбординг. Кайтсерфинг? А, вейкбординг, да. Вот здесь вот вейкбординг... За катером ты держишься и едешь на доске, да? Да, да. Вейкборд, вейккерфинг ездят. Да, и есть такие специальные, значит, конструкции, где там уже ты просто приходишь, и, соответственно, там есть трассы, то есть это в автоматизированном формате просто хватаешься там за эту штуку, которая тебя тащит. В общем, она тебя тащит там по разным, значит, трамплинам. Ну, в общем, вот такие вот форматы есть. А, к сожалению, вот если вы любите серфинг, то, я думаю, вам лучше на Бали. Да не, нам и в Тае прикольно. Ты так рассказываешь, прикольно. Плюс уже есть хату, куда съехать. Плюс уже есть 10% скидка. Да, да, да. Не, ну откроют границы, почему бы и нет. Кстати, а когда сезон стартует? С октября? Когда уже дожди оканчиваются? Ну, вот здесь, опять же, сезон дождей, это вот так больше пугает, потому что я вот жил... Да херня, не может же он быть полгода, правильно? Это же херня. Да, да, согласен. Потому что я вот жил два года подряд, полностью все, ну, то есть вот два года подряд жил, без выезда, ну, по сути, там, приезжал в Москву как-то один раз, второй раз в Питер, вот там на конфу, на вот как раз блокчейн-лайв приезжал и обратно. То есть каждый раз, когда вот бывает сезон дождей, во-первых, он не льет там целый день, то есть не бывает такого, что, типа, дождь идет, идет, идет. И во-вторых, поскольку здесь тепло постоянно, солнце жарит, то есть когда дождь прошел, там прошло 15 минут, и уже, соответственно, уже, ну, практически от него ничего и не осталось. То есть там нет такого... Только свежо, свежо стало, можно купаться. Да, да, то есть это не как Вондон, то есть, знаете, вот такое дело. Слушайте, вот вопрос, Макс, если в Тай на ПМЖ, то получается нужно туда-сюда ездить по истечению месяца. Так как вы в самом начале не зашли в наш прямой эфир, Макс об этом уже говорил, 30 дней безвыездно, а потом можно оформить визу. Макс уже об этом говорил, потом, когда на Ютубе будет этот ролик, вы сможете перемотать, посмотреть обязательно, то есть никаких вообще проблем. Так, надо всем в Тай, в России делать нечего, все хуже и хуже. Слушай, Мернес, да ты героем у нас будешь. Всем привет, всем привет. Да, как раз разговариваем про Таиланд, как живут наши соотечественники. Теперь следующий вопрос, потому что вечно работать и купаться тоже, конечно, не получится. По развлечениям, чем можно заняться? Днем, вечером, куда можно съездить, что можно посмотреть недалеко от того места, где ты живешь, ну, в принципе, на Пхукете в частности. Есть ли какой-нибудь парк развлечений, аквапарк, там, всякие рестораны какие крутые, кино, ну, куда вот можно сходить к простому человеку, там, в теннис поиграть, в футбол, может быть, какая-то у тебя информация есть. Я не думаю, что ты домосед. Это ты сейчас вынужденно сидишь, потому что сидишь в своем кондоминиуме, вот, потому что король сказал. Ну, а так-то? Куда бежать? Куда деваться-то, да, куда деваться? Приходится прислушиваться к рекомендациям, да. Что касается Пхукета, вот почему мне нравится именно Пхукет, есть, например, там остров Самуи, есть остров Панган, то есть, вокруг много достаточно островов в Таиланде, а Пхукет – это самый крупный, да, остров, то есть, здесь высокий сезон, несколько миллионов человек единовременно находятся, и, соответственно, здесь есть, как большие торговые центры, например, есть Централ Пхукет, то есть, есть, значит, ну, все практически виды развлечений, да, которые, значит, в цивилизованном мире актуальны, вот мне лично не очень нравится жить где-то в деревне, потому что, например, я приезжаю на Бали, опять же, я вот чувствую вот эту деревенскую жизнь, то есть, ты приходишь, тебе там, например, надо сим-карту сделать какую-то, там приходишь в какой-то ларек, непонятно что там, сим-карта, во-первых, делается сто лет, там интернет дорогой, то есть, ты, как бы, ощущаешь эти минусы, то есть, нет торговых центров, опять же, где ты мог там пошопиться, купить там все, вот, например, вот эту петличку, я на Бали не мог купить, ну, вот, я там три месяца жил, не мог купить петличку, потому что ее нигде нету, и нигде заказать нельзя, то есть, вот, здесь, на Пхукете есть, ну, практически все, да, и Apple-магазины можно купить, и технику, и компьютеры, и, ну, вообще, ну, короче, все, что нужно, вот, то есть, например, если рассматривать относительно провинциального города, вот, например, в Сибири, да, если, например, Пхукет относительно Томска, здесь гораздо больше возможностей, вот, конечно, в Москве их больше, да, то есть, там, вот, развлечений, в целом, значит, всяких торговых центров и так далее, но они здесь находятся в приемлемом количестве, вот. Единственное развлечение на Бали в деревне у тебя было вот это, спиннер, помнишь? Да, 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 спиннер, спиннер, хорошая тема, кстати, вот, прям, топ развлечений на Бали, ну, посерфить там, знаете, что там, кокос попил, посерфил, пошел, значит, этот спиннер покрутил, ну, и нормально там, бамбук еще можно там дернуть и вообще красиво все. Получается, есть куда сходить на Пхукете? Да, да, конечно, абсолютно. Вот. А если ты будешь еще плюс развлечения какие-то и рестораны добавлять, у тебя какой будет месячный бюджет, на сколько он будет растут? Ну, в зависимости, значит, от... От твоих хотелось. От твоих хотелось, да. Было время, вот, когда в семнадцатом году, то есть, когда все там росло, значит, крипта росла и все было замечательно, значит, были всякие путешествия, там, развлечений, каких только не было, то есть... Вот, кстати, поехала скорая. За тобой выехали уже, ребята, работаем. Мернеса забирают. А то, за то, что призывом валил до трех рублей, сейчас надо сказать, скажи. Король потерял целое состояние Таиланда. А то он вложился... Вложился в твою матрицу странную в спейсботе, да. Да, да. К сожалению, там... Где Мернес, где его видео, да? Где Локонцев? Верните бабки, да. По IP всех всех вычислят, приедут домой и накажут, поэтому лучше так не шутить. Да, понятное дело, да. Кто шутит-то, уже выехали. Смотри, ты на каком там, на втором этаже, на первом уже наряд, да? Да. Ладно, конечно же, все. Это все юмор, как бы, любое падение временное и любой карантин временно. А потом будем все вон, как там, четыре гостя, две спальни, две кровати, да. Нет, две ванные комнаты, какой на заводе, сейчас заработаем и поедем. Работать можно везде, можно заработать и уехать в любую точку. Я считаю, что если у нас есть, ну, две руки, две ноги, голова, каждый из нас может себе позволить хотя бы неделю в Таиланде, это уж точно. Надо просто искать новые источники дохода и все. И хорошо, что есть люди, которые рассказывают об это, например, ты, там, еще ребята, там, я немножко подключился и тому подобное. Надо искать возможности, а не ныть, короче. Вот такие вот дела. Так, и еще у меня к тебе был какой-то вопрос, я подзабыл его, потому что полиция выехала, а то сейчас что-то скажу и будет вообще задница полная. Значит, ты, в общем, хочешь все-таки связать свою жизнь с Таиландом, то есть в России ты не будешь возвращаться только поскольку-поскольку, да, если какая-то встреча важная, ты на ПМЖ вообще на ПМЖ или допускаешь, что будешь гастролировать по этому миру? Если конкретно рассматривать Таиланд, я бы не сказал, что прям всю жизнь, значит, связываю с этой страной, с Россией, во-первых, в любом случае моя жизнь связана непосредственно, потому что у меня там живут родственники, потому что, ну, по сути, вот, если ты русский человек, то тебе сложно уже, знаешь, вот полностью от этой культуры, от всей этой, ну, по сути, вот, например, у меня контент, все мои знакомые друзья, они в основном русскоговорящие. То есть, ну, опять же, если ты полностью интегрируешься уже в какую-то среду, ты можешь от этого отказаться. Но мне кажется, что человек, который там, ну, вот я прожил, получается, 20 с лишним лет, ну, по сути, в России, да, и как-то сложно от этого всего полностью отойти. Поэтому я в Россию приезжаю с радостью и в Москву, и в Питер, и, значит, очень весело иногда время провожу, но когда не зима, потому что когда зима, это постоянно сидеть дома, а витаминоз, значит, и все вот эти вот дела. Поэтому это не очень удобно. Ой, спрашиваю, ты говоришь на английском? Контент-то можно на английском пилить. Но ты контент на английском не пилишь. Да, почему, да, опять же, потому что, во-первых, русскоязычная аудитория, да, была собрана вот за это время, то есть я там веду блог. Во-вторых, а, значит, для тех людей, кто вот так думает, что вот на англоязычный YouTube-то зашел, и ты уже топ-блогер, да, то есть я делал видео, опять же, значит, вам, во-первых, это конкуренция гораздо больше, да, то есть если, например, вот на русскоязычном YouTube-е про криптовалюту, ну, что там блогеры, да, там, вот, четыре блогера, и все, обчелся, а на англоязычном каналах только про крипту, я думаю, что, ну, порядка там 50 топовых каналов, то есть, и как-то конкурировать уже гораздо сложнее получается, вот, поэтому делаю в основном на русскоязычную аудиторию. Ну да, у тебя, слушай, видео прям стрельнуло вчерашнее вообще, прям жара пошла, ну, такая, что мама не горюй, короче. Ну, сейчас многие обеспокоены этой темой, поэтому. И вот по этой теме сейчас тебе будет вопрос как раз. Человек решил уехать в Таиланд, как ему там найти работу, то есть это будет оффлайн или онлайн, на что жить, вот, есть ли в оффлайне там работа, если человек решил полностью переехать, и если нет, то неужели Таиланд это только для тех, кто в онлайне зарабатывает, вот, что посоветуешь, на чем можно заработать, чтобы жить в другой стране? Мало ли не будет оффлайном. Да, конечно. Какие работы есть в Таиланде, вот, что вообще? Если рассматривать вот русскоязычный, очень много кто работает в сфере недвижимости, то есть сдача, продажа, аренда, это прям очень серьезный отрасль, там очень много русскоговорящих людей, то есть кто, соответственно, занимается продажей, сдачей, арендой. То есть вы там можете сдавать свое жилье, пересдавать чье-то жилье, продавать, опять же, то есть вам необязательно иметь жилье, чтобы его продавать, вы можете как быть агентом по недвижимости, то есть агент по недвижимости это прям топ, так скажем, профессия в Таиланде для русскоязычных людей. Это туризм, экскурсии, что-то связано с этим, да, гид? Да, 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 соответственно, вот Кирилл, кстати, привет. Также есть русскоязычные гиды, кто, значит, помогает, так скажем, с экскурсиями, ну вот, в общем, все, что связано с туризмом. Очень много, вот, кстати, компаний, вот, например, есть пукет, шип-тур, экскурсии, которые продают, то есть русский парень организовал компанию, соответственно, и продает экскурсии. Официальный бизнес? Да, официальный бизнес. А сложно официальный бизнес сделать в Таиланде? Большие налоги, как вообще это? Ты делал что-то официальное там? Нужно иметь, во-первых, work permit, компанию зарегистрировать можно, да, в зависимости от того, какую сферу вы будете рассматривать. То есть, если, например, это сфера, связанная с недвижимостью, вот, как раз-таки, большинство моих знакомых работает в сфере недвижимости, то есть у них есть компании, это не так уж и сложно делается, да, но затраты будут там порядка 100 тысяч бат, потому что вам нужно обязательно иметь, опять же, тайский ставку, то есть человек, который, соответственно, имеет гражданство Таиланда, чтобы он у вас работал, вот, потому что вы не можете просто сделать… Да, 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 тут очень хитрый, кстати, момент они сделали, потому что вы не можете, например, открыть фирму, и там будут работать только одни иностранцы, то есть вам обязательно нужно иметь тайский ставку. Один только минимум, да, человек должен быть, или сколько? Получается, на три русскоязычных, либо каких-либо иностранцев должен быть один тайец, то есть, например, у вас работает в вашей компании три, значит, иностранца, должен быть один тайец, если шесть, соответственно, то два тайца, ну и так далее. То есть, ну, тем самым они поддерживают экономику, опять же, и, значит, безработицу, да, так скажем, своих, да, но, тем не менее, есть люди, которые просто формально там нанимают людей, то есть могут, например, нанять формально тайцев, которые просто им платить какую-то минимальную заработную плату, но они, по сути, там и не работают, то есть такое тоже есть. Понятно, да, значит, туризм и сфера недвижимости, но, по сути, тоже связано с туризмом, окей, а на что конкретно живешь ты сейчас, как бы, да, какие у тебя источники дохода, которые позволяют тебе находиться в Таиланде, процветать, ну, в общем, хрен с солью не доедать последний, скажем так, то есть, на чем строится, да, твоя работа сейчас, как ты работаешь? Зарядочка садится. Ну, давай, недвижимость, ты сдаешься. Да. Успеешь? Есть у тебя подсоединить? Да, недвижимость. Сейчас, мы уже скоро заканчиваем. Да, 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 20% еще есть. Успеем, успеем. Значит, первое, это недвижимость. Смотри, я сразу подсоединил, не лоханусь, видишь, как. Ну, вообще, красавчик сразу. Помню, кушали в русском кафе, парни работали официантами, говорят, ЗП в районе 35-40 тысяч бат в месяц. Да, кстати, зарплаты здесь достаточно неплохие, то есть, опять же, если 35-40 тысяч бат в месяц, это там, ну, порядка 80 тысяч рублей просто официанты будут зарабатывать. Здесь с этим достаточно неплохо. Вот. Что касается, значит, моих конкретных заработков, ну, я нигде не работал на работе, да, официальной какой-либо, в основном это интернет, то есть, опять же, тот же самый YouTube-канал, на самом деле, это очень много, значит, гемора, да, с этим, потому что нужно снять видео, вот, Руслан, наверное, ты тоже сейчас понимаешь, что это, блин, очень-очень непросто, да, потому что нужно снять видео, его обработать, оптимизировать. Снять монтаж, да, 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 превьюшку сделать, картинку, описание, это дохера времени занимает, то есть, многие считают нас дармоедами, но попробуйте сами создавать контент, тогда вы поймете, что это уйма времени, это не 5 минут. Даже если ты самый крутой спикер, как Владимир Вольфович Жириновский, и ты говоришь все одним кадром, тебе все равно нужно видео обработать, обрезать начало, обрезать концовку, ставить какие-то темы, например, ты титры делаешь, я еще ставлю фоновую музыку, чтобы, ну, хоть как, ты знаешь, прикольно было на 6%, чтобы слух не резало, но чтобы хотя бы это было смотрибельно, потом делаешь описание, все это везде раскидываешь, делаешь посев там, с кем-то, может, договариваешься о какой-то коллабе там или еще о чем-то, короче, дохера, это по сути работа, это реально работа, потому что мы вещаем на широкую аудиторию и ведем бизнес, в том числе и сетевой бизнес, нет в этом ничего плохого, надо сейчас всем выживать, и единственное спасение, на мой взгляд, это онлайн и как раз строить команду, вот, так получается у тебя сейчас онлайн бизнес, твой, да, то есть это инвестиции в криптовалюту, а также недвижимость, ты сдаешь в аренду и получаешь тоже дополнительный доход, у тебя получается два источника дохода? Ну, есть еще там источник дохода, например, значит, вот те же самые книги, но это очень мало, то есть это очень мало. Ой, да, это я согласен с тобой, Ролти, ты обычно издательские решения у тебя, я все про тебя знаю, да, 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 тут еще аферист, да, у тебя в Ридеро, я не знаю, в Ридеро у тебя копейки, даже если большие продажи, то есть издательство нас ставят раком и без смазки, короче, делают с нами что хотят, потому что, например, на Литресе, да, это 25% от книги, в любом случае больше всех Литрес получают, если ты хочешь дать исключительную лицензию Литресу, то тогда у тебя будет 35%, да, безусловно, мы хотя бы не тратим деньги на издание, потому что сейчас издать, чтобы она в книжном стояла, это очень дорого, это нам с тобой невыгодно, ты же печатал книгу «Мой путь к миллиону долларов», в смысле не мой, а твой, ну и мой по твоему пути, да, вот, это стоит денег тоже, и поэтому на книгах, ну, если прям их не будут брать по тысяче, по две тысячи скачаней в день, то много не заработать, но это тоже доход, тоже доход, несколько тысяч в месяц может приносить. Значит, книги, недвижимость и криптовалюта, на какие криптовалюты ты сейчас сделал ставки, где ты активно двигаешься, свои активы, если можешь, скажи, конечно. Ну, активно, да, рассказываю, ну, по сути, рассказываю в основном про призм, да, то есть я уже на призм, так скажем, давно, да, и вот уже, наверное, месяца 8, не знаю, вещаю постоянно про нее и зарабатываю на рефералке, да, то есть этого я не скрываю, в принципе, потому что это тоже достаточно неплохой источник дохода. И тебе будет бизнес. Да, да, по сути, то есть ты рассказываешь, опять же, про биткоин, вот, например, я рассказывал, я столько про биткоин рассказывал постоянно, я за это ничего не получил, абсолютно ноль, вот, и, по сути, это реально немного иногда даже удручает, потому что ты рассказываешь, что биткоин очень классно. И демотивирует, абсолютно. Да, и вот я вот в какой-то момент, я помню, как раз вот в 18-19 году я устал рассказывать про биткоин, реально, я устал, потому что я столько про него рассказывал, а толку нет, фидбэка нет. Потом, когда он начал падать и падать, и ты думаешь, блин, ну, я столько этого рекламы, по сути, сделал, для людей рассказал про биткоин и ничего не получил. Я такой думал, блин, ну, как вот мне это надоело. И как раз потом вот призм, да, и в чем, по сути, я рассказываю про технологию, то же самое делаю, что и раньше про биткоин рассказывал, но при этом еще капает рефералка, это на самом деле очень хорошо, я считаю. Ну да, то есть у тебя, получается, в призм пар, партнерка и пара матрикс. Да, да. Какие еще у тебя проекты помимо призм? Ну, вот сейчас рассматриваю YodaX, значит, зашел, зашел Мавро проект тоже, там, на тысячу долларов сейчас вот планирую еще докладывать. То есть мне нравятся монеты на постмайнинге, да, почему? Потому что, ну, я считаю, что это бестолково уже, вот этот обычный майнинг, да, это все майнеры покупать, вот это все, значит, я считаю, что это глупо, вот, и бессмысленно, потому что все равно китайцы намайнят больше, чем мы, и вы просто потратите деньги, более того, они ломаются постоянно, устаревают и так далее. То есть это бессмысленно. То есть я считаю, что за Proof of Stake будущее, и как раз такие монеты рассматриваю, там, BIP, например, да, призм, Мавро. О, Минтер, кстати, ты в Минтере есть? Как относишься к блокчейну Минтер? У тебя какие монеты на этом блокчейне есть? У меня, значит... BIP, Левелин, призм, кэш. Да, 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 у меня как раз есть BIP на 1200 долларов, он у меня в SpaceBot на делегировании есть. Ну и вот как раз BTT, который SpaceBot там тоже сделал, они бесплатно... Что вообще за монета? Я знаю, да, в размере 10% от твоего депозита на парамайнинге. Вообще, есть ли будущие у этой монеты BTT? Или это так, какой-то токен просто дали? Я считаю, что если людям что-то бесплатно дают, они это не ценят абсолютно. И здесь всем продали бесплатно, я считаю, это неправильно. Все надо покупать, согласен. Хотя бы тогда будет уже понимание. Даже вот книгу, вот многие спрашивают, меня, тебя, наверное, спрашивают. Руслан, Максим, а почему вы продаете свои книги? Знаниями надо делиться. Помоги ближнему с вами. Я говорю, бесплатные знания вы ценить не будете. Я вам дам бесплатно. Окей, хорошо, какую-то книгу я кому-то даже дал, даже читать не стал. А так, если ты заплатишь 149 рублей, вот моя книга, допустим, как монетизировать блог про Инстаграм, либо за 270 рублей криптуалюта призм заработай сегодня. Человек хотя бы получит мотивацию отбить эти деньги, отбить стоимость вот этой чашки кофе, чтобы заработать больше, а потом написать отзыв. Удалось отбить или не удалось? Дам бесплатно, даже не зайдет, не посмотрит. Вот в чем дело. Поэтому я считаю, что знания должны стоить денег. И за них нужно платить. Потому что если ты делишься возможностью, да, это то же самое, когда заказывают рекламу. А сделайте бесплатно, вам вселенная потом отдаст. Вот бляха-муха, вселенная тебе, Макс, потом отдаст. То же самое, что сдай мне, пожалуйста, свой кондоминиум за 0 рублей на неделю, а я тебе скажу спасибо. Или, как вот у меня есть многие друзья, ведущие, да, им предлагают бартер, а вы можете провести наш корпоратив, а мы вам скидку в нашем барбершопе. Ты понимаешь, по человеку полтинник стоит видение там со всей фигней, да, а ему скидку в барбершопе там 15%. Бартер, если он и должен быть, то каким-то равноценным. Короче говоря, ну, просто херня какая-то происходит. Поэтому хотите знаний, мы чем-то делимся, безусловно, какими-то инсайтами, но если вы уже хотите там в какие-то проекты заходить, читать книги, объекты нашей интеллектуальной собственности, нашего интеллектуального труда, за которые нам в любом случае надо будет платить налоги, будьте добры тогда тоже проявите уважение. Вы же не приходите в магазин, дайте мне хлеб, сейчас коронавирус, типа, бесплатно, или постричь вас бесплатно. Никто же так не ходит. Например, вот кто нас смотрел, топ-стилист Александр Хигай, он тоже не будет бесплатно стричь. Чего стричка стоит денег? Твоя консультация стоит денег? Твои уроки по трейдерству, Макс, тоже стоят денег? Поэтому, если мы все переходим в онлайн, тогда давайте и уважать, как бы, законы онлайн рынка. Так что такие вот дела. Слушай, прям наболело, сказал как есть, потому что это правда. Ну, конечно, конечно. Так то же самое придут, например, к тебе там, скажут, вот, Руслан, хорошо там делаешь видео, сделай нам вот бесплатно поработай там один год на нас, а мы тебе там что-нибудь когда-нибудь там сделаем. Ну, ты же на это, как бы, отреагируешь не очень позитивно. Я думаю, что это то же самое. А у тебя партнерка нет, нет. Предоплата 100%, как бы, да, сразу. И причем в фиате. Я не знаю, как ты берешь. Я допускаю 50 на 50, как бы, фиат 50%, 50% крипта. Но в основном я беру 100% фиат. Я лучше сам куплю крипту, когда она мне понадобится. Я умею это делать. Более того, более того, абсолютно согласен. Ты правильно делаешь. И очень важный момент, вот тоже, вот Руслан, например, сделал видео, приходит какая-то компания, выпустили какой-то токен там, какой-то, вот, у меня каждый день приходят предложения. Каждый день. Это правда. С абсолютными говномонетами. Набрал. Да, через день приходит. Да, сделайте, да. А мы вам начислим 100 наших говномонет, да. Да, да, да. Не обязательно все говномонеты, но такое есть, да, да. Да, да. Оказывается, нигде не торгуется, ничего нету. У нас вот просто монеты, вот мы раздаем. Ну и смысл. Я тоже могу написать там, вот, даже вот моя монета, хотя бы ее можно продать, да. Сибикоин. Да, кстати, Макс, создатель, да, криптобоскоин. У него есть своя монетка, чтобы вы понимали, да. Криптоинвестор, то есть человек, не только криптоинвестор, но и фаундер, фаундер своей криптокарнси, и ее можно купить. Есть на CoinMarketCap, есть свои биржи. У нас, кстати, осталась буквально минутка. Слушай, ну как обычно, с тобой на одном дыхании как раз пообщались. О, йода тоже пока не торгуется, потому что йода, Дима, на пресейле, и мы тоже с Максом туда зашли, строим структуры. У меня, в принципе, уже неплохая структура и оборотка. Я думаю, у тебя тоже сейчас, да, растет там представительство. Ну, люди идут в йоду икс, да, тоже. Вот у меня сейчас, ну, по сути... Белая книга вчера была. Файл видел белой книги? Да, да, я смотрел там тоже обновление. Хочу все сделать интервью тоже с создателем. Вот на днях, может, сделаем. Давай, давай, давай. С Дашкевичем там со всеми можно пообщаться. Я с тремя из пяти директоров уже пообщался. Только не все это понимают. Ну, ничего, поймут. Так, у нас осталось буквально 25 секунд. Дорогие зрители, спасибо большое, что уделили время и посмотрели нас. Максим Эрнес, криптоинвестор, автор книг по бизнесу. Спасибо тебе, что уделил время. Я надеюсь, не последнее наше интервью. Давай с тобой сейчас еще пообщаемся в Телеграме по поводу нашей темы, да, по поводу призмы, того, как вообще выживать. Почаще делайте стримы. Будем делать. Всем пока. Макс, спасибо. Зрители, спасибо. Все, всем пока.